Центр общества семей, имеющих детей и инвалидов с символичным названием «Время надежды» – это сбывшаяся мечта многих родителей. Муниципалитет выделил помещение без арендной платы, с ремонтом и приобретением тренажеров помогли спонсоры, большую роль сыграла сумма, собранная на телемарафоне. Наконец-то есть место, где занимаются и общаются особенные дети и их родители. Синдром Дауна, детский церебральный паралич, генетические заболевания – это то, с чем приходится жить и каждый день учиться приобретать жизненно необходимые навыки. По расписанию у пятилетнего Вани сейчас занятие у логопеда-дефектолога. Сначала массаж лицевой мускулатуры, потом языка. Все манипуляции специалиста направлены на нормализацию мышечного тонуса ребенка с ДЦП. Мы помогаем стимулировать мышечную систему, и в дальнейшем ребенок более активно начинает пользоваться своими мышцами артикуляции, артикуляционным аппаратом. Результат начинает становиться заметным после 10 сеансов массажа. Ну, тяжелые дети, результаты минимальные, но и мы радуемся этому. Когда ребенок начинает вытягивать вперед губки хоботком, когда начинает надувать щечки, это, конечно, большой успех. Рядом с Ваней мама Яна. Она, так же, как и дефектолог, радуется успехом сына. Отрадно, что по своему физиологическому развитию Ваня полностью соответствует своему возрасту, что бывает крайне редко у детей с диагнозом ДЦП. Первый раз курса дефектолога-логопеда Ваня прошел в два года. Это было в Новозыпково, город такой, мы ездили на вытотерапию. Я сама обучалась, как мама. И впервые мы там ощутили эффект. Иван стал жевать хорошо. Это же не только речь, да? У нас же еще и жевательные мышцы участвуют. Это очень важно. С открытием центра, конечно, у нас руки немножко развязались, потому что мы можем приглашать сюда, в наш прекрасный центр, где систематизированно у нас получает ребенок занятие два раза в неделю. Это наш подсолнух. Вот здесь его наверху мы рисуем круг. Итак, это будет наше солнышко, которое сейчас мы уже не видим, а с нами оно осенью останется. Сегодня в центре «Время надежды» особенные дети имеют возможность заниматься изобразительным искусством, канистерапией, общением с собаками и пескотерапией. И это еще не весь список. Вот уже полтора года каждый месяц центр посещает остеопат. Комплексные упражнения способствуют восстановлению организма. Погибшие клетки мозга, отвечающие за координацию движения, к сожалению, восстановить нельзя. Но можно научить другие клетки отвечать за функции утраченных. Помогает в этом виброплатформа «Галилео», которая развивает мышечную память и способствует тому, что мозг запоминает амплитуду движений. Многофункциональный велотренажер «Мотомед» тоже в помощь родителям. Но главная забота – найти инструктора лечебной физкультуры на постоянной основе. Ждут здесь и волонтеров. Многие педагоги в центре «Время надежды» занимаются с детьми бесплатно. Платные – лишь индивидуальные занятия, но по льготным ценам. Никто не берет на себя такое обременение, ни город, ни район, чтобы выделить ставки для оплаты преподавателей. Мы очень хотим и добиваемся этого. Большой отклик у жителей города и семей, имеющих детей инвалидов, нашла акция «Собрался в школу, помоги другому» совместно с магазином «Автограф». Председатель общества СИДИ Ирина Громова показывает на стопке тетрадей, красок, карандашей, альбомов и говорит, что это лишь десятая часть от того, что удалось собрать в этом году. Многое уже раздали в семьи. Если в первый год мы обеспечили 25 семей, в прошлом году у нас было 40 семей, которым мы подарили подарки в школе, а в этом году это уже 45, но мы еще продолжаем раздавать, потому что наша организация полоняется, к сожалению, каждый год. Детей инвалидов меньше не становится. Родители особенных детей в ожидании. 12 октября в центре начнется уже четвертый реабилитационный курс, который проводит профессор из клиники международного восстановительного лечения. И снова есть надежда, что будет сделан еще один шаг навстречу реабилитации. Мы сами ищем средства на оплату специалистов в этих группах. Для родителей с детьми они бесплатные. Занятия творческие у нас проходят с роковым жонглиром, занятия с собачками, собакотерапией. Занятия шумелки, музыкальные занятия у нас проходят. Также у нас есть педагог из Ходькова, который ведет у нас групповые занятия, развивающиеся с детьми, недельником. Каждый желающий может прийти, независимо от возраста, состояния ребенка, и позаниматься в этой группе. Центр «Время надежды» работает 6 дней в неделю, с понедельника по субботу, с 10 до 18 часов. Есть группы и в социальных сетях. Всю информацию можно получить по телефону 551 0563. Наталья Артемова, Алексей Галкин, День города.